вот таким вот образом я добираюсь до города и домой назад время моего пути занимает 30-40 минут автобус едет в периодичности 5-6 часов а лозрастинина ивановна это с волонтерского центра феникс пока вы домой себя ага все хорошо сейчас поднимемся мы вот подъехали меня зовут там антая фирбол я родился в селе сам ауколь североказахстанской области в связи с ситуацией в семье родители развелись и мы переехали в город кукшетал первая акция была это диспетчер ну проект диспетчерская служба тогда мы были новичками это было 2017-18 нам дали адрес а все объяснили сказали то что там будет ждать такая-то такая-то бабушка нужно будет помочь и съездить поликлинику связи с тем то что она сломала ногу волонтерский центр феникс был основан в 2013 году в то время был руководителем веке шеф-султанбеки винич на данный момент он является председателем молодежного крыла же сутан акмальдинской области мы работаем не одни мы работаем совместно центром реабилитации инвалидов шанс они предоставляли нам проездные они предоставляют нам инво такси до волонтерства я был очень слишком зажатым скованным я не мог подойти к девушке познакомиться с ребятами я тоже не мог познакомиться у меня не было на навыков коммуникации вообще различных в данный момент я могу подойти просто познакомиться с любым человеком независимо от того какого он возраста какого пола и все в таком духе все пойдет нормально сами как отлично чё поедем поработаем я встаю 6 ну в 6 40 получается и думаваюсь завтракаю если нужно кому-то помочь или выехать на выезд какой-либо или мероприятие акция я потихонечку собираюсь выхожу на автобус сажусь и еду идти мне три-четыре километра бывает больше в зависимости от того до какой остановки мне нужно дойти чтобы сесть на определенный автобус сам вообще больше отношусь к политике ну вообще в будущем хотел бы стать депутатом министром а так если будет возможность в будущем стать президентом самыми большими достижениями ну это благодарственное письмо от кассам же март кемельевича за вклад в развитие волонтерства вообще и за то что оказываем помощь людям следом через некоторое время за вклад также в развитие волонтерства и помощь в рамках акции безбригемности я получил благодаря что я письмо от нурсултана назарбаева абишевича и для меня это ну а до из больших достижений которые я мог получить волонтерство это часть моей семьи это все те ребята которые совместно несут со мной ну получается совместно мы несем добро для людей помогая помогаем по различным проектам это не только диспетчерская служба это акция безопасный город она нацелена на выявление открытых люков наверное многие знают то что в основном это происходит зимой то что люди падают на основном дети туда падают когда играют ну в догонялки или что-нибудь такое это проект адресная помощь мы тут помогаем малообеспеченным семьям людям с ограниченными возможностями которые находятся в трудной жизненной ситуации это помощь как продуктами вещами уборка в доме мы можем приехать просто с ребятами и убраться в доме человек с ограниченными возможностями ему тяжело будет дома убираться также с недавнего времени совместно с департаментом полиции окмонинской области по противодействию наркотиков мы создали проект наркотиком нет первую очередь вдохновляет меня моя семья то что мама все получается свое время все отдает нам не жалея ничего от себя получается я тоже также хочу со временем все тоже все добро все то что вкладывает меня мама братишка и очень вернуть им многократно у меня отец выпивался слишком сильно бил маму ругался постоянно дома убил меня братишку если не так что-то скажешь не так сделаешь мы получали ну слишком сильно и много получали из-за таких проблем вообще в семье то что происходило я хотел покончить с собой 10 лет я не общаюсь с отцом да он бывает звонит разговаривает но как таково мы ему не нужны все свое время и все ну все возможно я уделяю волонтерство чисто занимаясь волонтерством я обо всем забываю то что помогая людям наверное за счет этого со временем я простил отца то что ну получается кому помогаем бывают ситуации похуже и похлеще то что ну не можно просто сказать так объяснить и показать данную картинку то что там было это добро которые мы делаем ежедневно она искренила мне зло и все ненависть я считаю то что каждый человек может пройти через сложные этапы жизни через любые проблемы главное никогда не отпускать руки и идти только вперед невзирая на то что будут говорить о тебе люди и и и и и и и и